Музыка Итак, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Сергеевич Пустовой. Сегодня в этом сегодняшнем видео уроке я вам покажу, как выполнить задание, которое называется у вас сопряжение. Итак, приступим. Первое, что мы должны с вами сделать, это зайти в Автокад, выбрать меню «Файл» и выбрать «Создать». Либо здесь, либо через «Контрол-Н». Нажимаем «Создать». Сразу же задаем соответствующий формат. Ну, вот здесь несколько есть видов форматов, но нас интересует только простой формат Акад. Мы нажимаем, помимо просто «Открыть», «Открыть без шаблона», «Метрические». Итак, перед нами появился вот такой вот темный экран, где мы ничего, собственно, и не видим. Это все называется графически кайзонной Автокада. Чтобы что-то увидеть, мы можем сразу же взять и включить сетку. Либо нажав «Ф7», либо внизу в строке «Состояние» выбрать отображение сетки чертежа. Ну и вот у нас что-то появилось. Такое поле у нас появилось с квадратиками в клеточку. Это вот здесь мы и будем выполнять все необходимые нам построения. Итак, перед тем, как начать что-то делать, мы должны сразу же определиться со своями. У нас, поскольку документ новый, и называется он «Чертеж 1.dvg» – расширение файла, то у нас тут, соответственно, только один нулевой слой. Ну, конечно же, в нулевом слое все делать никуда не годится, поэтому мы должны создать дополнительно еще какие-то слои, чтобы у нас были. Эти слои должны у вас соответствовать всем вашим типам линиям, которые, ну, применяются в черчении или в инженерной графике. Для этого нужно заходить сюда в «Диспетчер слоев», «Диспетчер свойств слоев». И здесь можно создавать, в принципе, любые слои на ваше усмотрение. Ну, главное, чтобы они соответствовали всем параметрам ESKD, «Единой системы конструкторской документации». То есть и толщина линий, и тип линий – все это должно соблюдаться. Но времени у нас на это нету, поэтому задача наша чуть-чуть упрощается. Значит, уже есть создан готовый шаблон, готовая рамка для листа формата А3 уже заранее заготовленными слоями. Нам только нужно ее сюда вставить, как блок. Как это нам сделать? Для этого мы выбираем параметр «Вставка», нажимаем на блок, и надо нам задать имя блока. Нажимаем «Обзор». У меня он называется А3 Ruhost, образец. И сохранен где-то у меня на жестком диске компьютера. У вас он может быть где угодно сохранен. Поэтому вы у себя проверьте, где вы сохраняете эти файлы. Выбираю А3 Ruhost, образец, нажимаю «Открыть». Дальше обязательно нужно поставить точку вставки и указать на экране. Нажимаем «Ок». И дальше можем подогнать его, так сказать. Можно, конечно, и вручную мышкой подогнать. Но я советую это делать с клавиатуры. Нажимаем «0», «Табуляция 0», «Энтер». И здесь, вверху, в панели навигации, нажимаем «Показать до границ». Вот перед нами наша рамка формата А3. Видна полностью теперь. Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно, ну, первое что, это чтобы все линии у нас отображались в соответствующем виде. Для этого мы в строке «Состояние» должны сразу включить вот здесь «Отображение скрытия веса линии». Нажимаем. Вот теперь у нас оно выглядит уже намного лучше в соответствии с теми толщинами линий, как оно и должно быть, собственно. То есть толстые там, где толстые, там и толстые. Там, где тонкие линии, там тонкие. То есть тут мы уже можем с вами, так сказать, свободнее ориентироваться, чем если бы все было просто в нулевом слое. Далее. Значит, лист мы вставили. Да, сразу же посмотрим сюда вверх. Мы с вами можем заметить, что у нас появились соответствующие слои. Уже не просто один нулевой, а появилась, например, надпись «Толстые линии», надпись «Тонкие линии», «Осевые», «Размеры», «Толстые линии» и так далее. То есть уже у нас есть, имеются соответствующие слоя, которые мы с вами и будем применять по ходу выполнения нашего чертежа. Итак, приступим. Значит, всего сейчас мы с вами начнем выполнять чертеж, который называется «Сопряжение». Будем выполнять деталь, которая находится в вашей же методичке, которую я вам сбрасывал. Вариант 30. Вот такая вот деталь. Ну, первое, что мы делаем, это смотрим на условия нашей задачи, анализируем, где что, какие размеры, где какие элементы здесь расположены. И, так сказать, начинаем уже непосредственно выполнять построение этой детали. Значит, первое, с чего начинать построение, советую я. Я советую начинать построение с нижней окружности диаметром 105 и второй окружности диаметром 49. Давайте с них и начнем построение. Выбираем слой «Толстые линии», поскольку это у нас видимые все линии здесь у нас, в основном, толстые и видимые, поэтому выбираем слой «Толстые линии». Выбираем команду слева в компактной панели, которая называется «Круг». И задаем центр круга. Или центр круга где-нибудь вот здесь давайте зададим. Произвольно. Значит, в радиус круга или диаметр. Давайте зададим диаметр, поскольку у нас дано все в диаметре. Где можно задать, либо мышкой щелкнув сюда на диаметр, либо с клавиатуры ввести букву «Д». Нажимаем на диаметр и задаем 105. 105. Enter. Вот. Мы можем круг чуть-чуть взять и перенести. Выделив круг, мы можем взять его и чуть-чуть вверх подвинуть. Или можно воспользоваться справой в компактной панели редактирования, выбрать объект и подтащить его чуть-чуть повыше. Например, или в сторону. Например, сюда. Готово. Следующий момент. Мы строим вторую окружность диаметром 49. Опять же, слева в компактной панели выбираем круг. Наводимся на какую-нибудь конечную точку, например, на квадрант. Это наша привязка. И ловим центр окружности. Задаем, опять же, диаметр 49. Enter. Готово. Теперь мы можем сразу же выбрать слой «Осевые линии» и построить «Осевые линии». Снова возвращаемся к условию нашей задачи. Мы видим, что у нас окружность диаметром 28 расположена на расстоянии 28 миллиметров. Давайте попробуем построить сейчас осевую линию от центра окружности на высоту 105 миллиметров. Опять наводимся здесь на круг. Видим, что из нас срабатывает объектное отслеживание. Центральная привязка сработала. И включаем здесь режим ортогонального черчения. Орто-режим так называемый. Строим прямую. Задаем длину. 105 миллиметров. Enter. Escape. Возвращаемся к слою «Толстые линии». Возвращаемся к команде «Круг». Параллельно могу вам показать, как еще это сделать. Вверху есть такая вкладка «Рисование». Выбирайте здесь «Круг», «Центр», «Диаметр». И давайте вот наводимся на конечную точку. Вот у меня привязка срабатывает. Вот такой зелененький квадратик. И задаем здесь диаметр 28 с клавиатуры. Годится. Параллельно мы можем построить здесь осевые линии еще внизу. При помощи команды «Отрезок». Вот здесь. От квадранта до квадранта. Ну а эту линию мы можем просто продлить. Также мы можем сделать вот таким образом. Взять вот эту линию и на 5 миллиметров выступить за контур ее. Здесь и здесь. Затем мы берем здесь. Тоже на 5 миллиметров отступаем. И продолжаем дальше наше построение. Ну и уже здесь давайте построим. Точно так же. 5. 5. Да. Ну а эту мы можем продлить еще повыше. Произвольно куда-нибудь вот сюда. Ну пускай на 80 будет. Не важно. Далее. Дальше мы смотрим, что нам нужно еще построить. Значит, сейчас давайте обратим внимание на верхнюю часть. Вверху вы видите две окружности радиусом 27 миллиметров. Две окружности радиусом 14 миллиметров, которые скруглены между собой соответствующими дугами. И так же мы видим с вами дугу в виде осевой линии радиусом 70 миллиметров. Ее нам сейчас и надо будет построить. Возвращаемся в автокад. Выбираем слой осевой линии. Он у нас выбран. Выбираем команду окружность. Наводимся здесь на центр окружности. Вот здесь. И строим здесь окружность радиусом 70. Enter. Теперь нам необходимо воспользоваться слоем построения. И командой, которая находится в компактной панели, которая называется прямая. Выбрали. Теперь берем мышкой, наводимся вот сюда на центр. Строго на центр. И строим две прямых линии, которые будут находиться под разными углами. Отключаем режим корта. И, например, наводимся вот сюда. Видим, что у нас угол 90 градусов. Введем мышкой вправо. И видим, что у нас угол уменьшается. Нам нужно выбрать сейчас угол 60 градусов. Нажимаем Enter. Затем снова возвращаемся сюда. И ведем мышкой влево. Выбираем угол 120. Нажимаем Escape. Затем на пересечении вспомогательных прямых и окружности в виде осевой линии мы выбираем слой толстой линии и строим окружности. Радиусами 27 мм. Но мы должны построить строго на пересечении. Вот. Мы видим, что здесь работала перевязка пересечения. И строим здесь окружность радиусом 27 мм. Enter. Также мы поступаем со второй окружностью. 27. Да. Escape. Можем сразу же построить и вторые окружности радиусом 14 мм. Снова берем команду окружность. Снова наводимся на пересечении. Задаем 14. Enter. Снова команда окружность. Снова наводимся на пересечении. Пишем 14. Построили. Дальше. Что нам необходимо сделать дальше? Дальше мы берем слой толстой линии. Пока оставляем. Выбираем. Заходим в вкладку рисование. Выбираем команду круг. Две точки касания и радиус. Выбираем две точки касания. Здесь как можно левее. За вот этой нашей вспомогательной линией. Где-то вот здесь. И на второй указываем. Вот здесь. А теперь задаем радиус. Радиус у нас будет. Поскольку мы знаем радиус 70 мм. Это радиус дуги. И радиус больших окружностей 27. Нам как раз их и нужно скруглить. Мы берем радиус 70. Прибавляем 27. Получаем 97. Задаем в таком случае 97. Enter. Вот мы построили вот такую окружность. Которая касательна нашим двум окружностям радиусом 27 мм. Теперь нам нужно вот что сделать. Нам нужно ее обрезать. Справа в компактной панели редактирования находим команду обрезать. Выбираем ее. Выбираем режущие кромки для начала. Режущими кромками не может быть объект, который мы собираемся обрезать. Поэтому выбираем окружность 1 и окружность 2. Нажимаем Enter. И дальше наводимся на ту часть, которую мы хотим обрезать. В данном случае мы вот эту часть хотим обрезать. На нее наберись мышкой и нажали левую кнопку мышки. Все. Готово. Затем снова возвращаемся к условию нашей задачи. У нас еще по условию дано здесь две прямых линии, которые находятся друг от друга на расстоянии 63 мм. Для того, чтобы их построить правильно, мы должны снова выбрать слой построения. Построить снова вспомогательную прямую. Где-нибудь вот здесь, например. Нажимаем Escape. Затем справа в компактной панели редактирования выбираем команду смещения. Указываем расстояние. 63. Это значит будет 31,5. 31,5. Выбираем нашу прямую. И мышкой ведем в разные стороны. Вправо. Снова выбрали прямую. Влево. Escape. Вышли из команды. Меняем слой на толстые линии. Нажимаем на команду отрезок. Находим здесь пересечение нашей вспомогательной прямой с окружностью диаметром 105 мм. От нее строим прямую до пересечения с большой окружностью радиусом 27 мм. Нажали. Escape. Затем опять такой же алгоритм построения. Снова выбираем точку пересечения на одной окружности и на второй. Не забываем пользоваться привязками. Если кто не включил привязки, обязательно их все включите. Здесь в компактной, вернее в строке состояния, вот здесь внизу, нажимаете здесь. И чтобы у вас везде стояли галочки. Escape. Можно в параметрах объектной повязки здесь выбирать те привязки, которые вам необходимы. Но в данном случае у нас выбраны все. Пусть пока так и остается. Но бывают ситуации, когда не все они нужны. Нажимаете ОК. Дальше. Нам теперь нужно вверху обрезать окружности радиусом 27 мм. Для этого справа выбираем команду. Обрезать. Выбираем в качестве режущих кромок. Две прямые. Раз, два. И вверху дугу нажимаем Enter. И выбираем те части, которые мы хотим обрезать. Escape. Теперь нам надо скруглить вот эти соединения прямой и окружности. Скруглить их надо радиусом 18 мм. Для этого мы справа в компактной панели выбираем кнопку сопряжения. Задаем сразу радиус 18 мм. Энтер через командную строку. Держим в командной строке, выбираем несколько. И начинаем выбирать наши объекты. Выбираем сначала одну окружность, первый объект. И выбираем вторую, нашу прямую. Вот я ее выбрал. У меня уже появилось фантомное изображение моего будущего скругления. Нажал. То же самое проделываем и в левой части детали. Есть. Теперь можно внизу то же самое проделать. Здесь выбрать. И вот здесь. Здесь. Нет, неверно. Очень важно еще выбрать правильно место, которое вы будете скруглять. То есть, если мы выберем здесь и здесь, оно скруглит не так, как нам нужно. Поэтому, когда мы берем, вызываем команду сопряжения, мы обязательно указываем правильные места. То есть, в данном случае здесь. Вот так оно должно скруглиться. Внизу мы сразу можем обрезать часть окружности, которая нам не нужна. Выбираем команду обрезать. Выбираем в качестве режущих кромок две прямые. Раз. Два. Три. И четыре. Нажимаем Enter. Убираем ту часть, которую мы хотим обрезать. Escape. Далее. Далее мы можем сразу же обрезать окружность в виде осевой линии, чтобы она нам уже не мешала. Выбираем опять же режущие кромки. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Нажимаем Enter. И убираем ту часть, которая нам не нужна. Далее. Нам необходимо теперь скруглить две окружности радиусом 14 мм. Снова же возвращаемся к слою толстой линии. Выбираем команду. Значит, вкладка рисования, круг, две точки касания и радиус. Вверху. Выбираем точку касания вот здесь и точку касания вот здесь. Радиус круга у нас уже будет не 97, а он у нас будет 70. Прибавить радиус этих окружностей 14 мм. Поэтому он будет у нас 84. Enter. Выбираем команду обрезать. В качестве режущих кромок выбираем одну окружность и вторую. Нажимаем Enter. Убираем то, что нам не нужно. Escape. И затем снова вызываем рисование. Заходим в рисование, выбираем круг, две точки касания, радиус. Указываем теперь внизу, в нижней части окружности, здесь и вот здесь. Задаем радиус 70 минус 14, итого 56. Аналогично вызываем команду обрезать. Выбираем две окружности в качестве режущих кромок. Нажимаем Enter. Наводимся на то, что нам не нужно. Нажимаем левую кнопку мышки. Готово. Теперь мы можем сами окружности пообрезать внизу. Нажимаем опять же обрезать. Выбираем в качестве режущих кромок две дуги, которые мы только что построили. Нажимаем Enter. Раз. И два. Escape. Практически все у нас уже готово. Можем еще включить слой осевые линии. Команда отрезок. Наводимся здесь на середину. И ведем куда-нибудь вот сюда, например. До пересечения здесь. Escape. Затем снова берем команду отрезок и снова из центра ведем до пересечения здесь с контуром. Escape. В основном у нас уже все построение завершено. Осталось нам проставить на необходимые размеры. Вспомогательные прямые мы можем удалить. Выделив их, нажимаем Delete. Осевую мы можем продлить чуть-чуть дальше. До сюда. Даже за 5 мм. Длинуть за контур. И видим, что у нас вверху места так мало. Мы можем это исправить. Для этого мы берем мышкой. Слева направо выделяем всю нашу деталь. Справа выбираем команду Переместить. Выбираем какую-нибудь базовую точку. Ну, я возьму внизу базовую точку здесь. И перемещу чуть-чуть вниз. Ну, вот так как-то. И приступлю теперь к простановке размеров. Я советую начинать проставлять размеры с линейных размеров. У нас в данном случае линейные размеры это 105 и 63 мм. Для этого мы включаем слой размеры. Заходим в вкладку размеры. Выбираем линейный. Здесь наводимся от центра до центра. Расставляем мышкой, двигаем как можно дальше. Куда-нибудь вот сюда. И затем снова размеры линейный. От линии до линии. Ставим 63. Обратите внимание, что сейчас цифры у нас получились не по ГОСТу. Не такие, как положено. Поэтому мы должны это исправить, этот недостаток. Обратите внимание, вверху есть две вкладки. Это стиль текста и стиль размера. Выбираем один размер. Задаем стиль ГОСТ. Выбираем следующую вкладку. Управление размерными стилями. И задаем ГОСТ с полкой. Теперь у нас размер изменился. Теперь он стал таким, как им и должен быть. То же самое проделываем из 63. Выбираем ГОСТ и выбираем ГОСТ с полкой. То же самое произошло с размером 63. Мы можем взять это размерное число, взватив за квадратик, куда-нибудь перенести правее. Например, сюда. Чтобы оно не заслоняло севую линию. Дальше. Теперь мы сразу же должны выставить ГОСТ. И сразу же выставляем ГОСТ с полкой. Затем. Заходим во вкладку Размеры. Начинаем проставлять диаметральные размеры. У нас диаметральные размеры. Здесь диаметр 105, диаметр 49 и диаметр 28. Их сейчас и проставим. Выбрали диаметральные размеры. Выбираем круг или дугу. Ну, в данном случае наш круг вот этот. Выбрали. Проставили сюда. Затем снова размер и диаметр выбираем. Выбираем второй круг. Диаметр 49. И снова берем вкладку размеры. Но мы здесь можем кое-что исправить. Вот видите, у меня диаметр 28 на полке. Я могу исправить это, сделать так, чтобы он не на полке. Для этого я в размерных стилях выбираю просто ГОСТ. И снова выбираю размер, диаметр. Вот здесь на окружности, и как-то так размещаю его. Назад. Диаметр 28. Далее. Диаметральные размеры мы проставили. Проставляем теперь радиальные размеры. Снова заходим в размеры, выбираем радиус. Сначала ставим здесь окружность радиусом 27. Можем здесь обратно повернуть ГОСТ с полка. Здесь как раз на полке можно их поразмещать. Радиус. Здесь. Затем снова радиус. Вот здесь. Снова выбираем размеры. Ставим радиус этой части. 18 мм. И можем проставить просто ГОСТ. Рисование. Размер радиуса вот здесь. Готово. Теперь мы можем поставить последний размер, который у нас остается. Это угловой. Угловой между двумя вот этими прямыми линиями. Для этого мы берем. Выбираем размеры. Выбираем угловой. Выбираем две линии. Раз. Два. Между ними угол 60 градусов. Для того, чтобы было только 60 градусов. И там не было лишних обозначений. Например, сколько минут. Мы выбираем этот размер. Заходим в размерные стили. В редактирование размерных стилей. Сюда. Выбираем здесь диспетчер размерных стилей. Выбираем редактировать. Сразу же выбираем вкладку основные единицы. Ставим здесь в угловых размерах формат единиц. Десятичные градусы. И минуты у нас исчезнут в данном случае. Нажимаем ОК. Нажимаем закрыть. Вот наш размер готов. Далее. В принципе по построению уже все. Мы все, что необходимо было сделали. Деталь наша разместилась нормально. Теперь нам надо подписать как-то наш чертеж. Для этого мы берем. Выбираем стиль. Надпись. Тонкие линии. Начинаем подписывать с того, кто чертеж выполнил и кто его проверил. Надпись. Тонкие линии. Вверху открываем рисование. Находим вкладку текст. Выбираем однострочный. Дальше. Указываем начальную точку текста. Например, где-нибудь вот здесь. Высоту берем 3,5. Нажимаем Enter. Угол поворота 0. И начинаем писать свою фамилию. Enter. Затем снова рисование. Снова текст. Однострочный. Начальную точку текста ставим где-нибудь вот здесь. Высота присплына также остается. Угол поворота 0. Enter. Пишем фамилию преподавателя. Enter. Enter. После этого. Можно потом подровнять. Выделив фамилию. И подтащив куда-нибудь правее. Например. Или вверх-вниз. Это делайте по необходимости. Затем выбираем надпись толстой линии. Вкладка рисования. Выбираем текст. Однострочный. Выбираем произвольно точку где-нибудь вот здесь. Высоту текста указываем теперь 7. Нажимаем Enter. Угол поворота 0. Enter. Начинаем писать. Пишем сопряжение. Enter. Enter. Можем выровнять текст. Например. Посередине куда-нибудь. Вверху. Во вкладке обозначения. Пишем. Тот же самый слой. Надпись толстой линии. Опять берем. Выбираем текст. Однострочный. Указываем точку. Высоту 7. Оставляем. Enter. Угол поворота 0. Enter. Пишем вариант. Не тот язык. Вариант 30. Enter. Готово. Далее. Масштаб. Все тот же слой. Надпись толстой линии. Снова рисование. Текст. Однострочный. Где-нибудь ставим точку вот здесь. Высоту берем уже 5. Enter. Угол поворота 0. Enter. Пишем 1 к 1. Enter. Остается у нас заполнить графу там, где наименование организации. Вы должны написать свою группу и факультет. Надпись толстой линии. Такой же слой остается. Снова заходите рисование. Текст. Однострочный. Где-нибудь здесь указываем место. Высоту 5. Оставляем. Угол поворота 0. Оставляем. Пишем 141. 19. 1. Или 3. В зависимости от того, какая группа. ETF. Обязательно дописываем. Enter. Enter. 1. 2. 3. Ваш чертеж практически полностью готов. После того, как вы выполните все необходимые построения, вы должны этот чертеж взять и сохранить. Для этого вы заходите в вкладку файл. Выбираете сохранить как. И сохраняйте у себя где-то на жестком диске. Рекомендую создать отдельную папку, где вы будете сохранять все свои задания. Надеюсь, данный видео урок вам будет полезен. На этом все. Спасибо за внимание.